Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Андреа Сакки был итальянским художником высокого барокко, классицизма, работавшим в Риме. Родился 30 ноября 1599 года, недалеко от Рима. Я пользуюсь переводной википедии. Его отец Менедетто был ничем не примечательным художником. По словам биографа Джованни Петро Белори, Андреа сначала поступил в студию кавалера де Арпина. Он писал, что его отец, как только увидел, что сын опережает его в детстве и у него больше не хватает смелости давать ему образование, Мудрый решил найти ему лучшего учителя и порекомендовал его к кавалеру Джузеппе де Арпина, который с радостью взял его в свою школу, видя, что он более внимателен и стремится к прогрессу, чем любой другой юноша. Позже Сакки поступил в мастерскую Франческо Альбани и провел большую часть своего времени в Риме, где в конце концов и умер. Большую часть его ранней карьеры ему помогали регулярные покровительства кардинала Антонио Барберини, который заказывал картины для церкви Капуцинов в Риме и Палаццо Барберини. Современный соперник Петро де Картона. Сакки изучал картины Рафаэля и влияние Рафаэля очевидно в ряде его работ, особенно в том, что касается использования нескольких фигур и их выражений. Считается, что он побывал в Венеции Парми и изучал работы Карелджа. Две из его основных работ на холсте – это алтарные изображения, которые сейчас выставлены в Ватиканской пинокотеке галереи живописи в Ватикане. По молодости Сакки работал под руководством Картона на вилле Сакетти. В ходе публичных дебатов в Академии Сан-Лука гильдии художников Рима он подверг резкой критике изобилия персонажей Картона. Дискуссия важна, потому что она показывает, как два ведущих сторонника, преобладающих стилем живописи, который сейчас называется классика и барокко, обсуждали различия между своими работами. В частности, Сакки выступал за то, что поскольку каждой фигуре в композиции необходимо приписать уникальное индивидуальное выражение, жест и движение, на картине должно быть всего несколько фигур. В многолюдной композиции фигуры были бы лишены индивидуальности и таким образом затуманили бы особый смысл произведения. Простота и единство были важны для Саки, который, проводя аналогию с поэзией, сравнил живопись с трагедией. Большие картины с большим количеством фигур, похожих на эпос, в котором может развиваться множество подтем. Саки, который почти всегда работал в Риме, оставил мало картин, которые можно увидеть в частных галереях. У него была процветающая школа, младшим сотрудником был Карло Маратто, но многие другие работали под его руководством. Франческо Фиорелли, Луиджи Гацци, Франческо Лаури, Андрея Камасеи и Джанчитто Жиминьяни. Саки умер в 1661 году. Ну вот так вкратце из переводной википедии о итальянском художнике высокого барокко, классицизма, который работал в Риме, Андрея Саки. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры подогнал «Симон»